В минувшие выходные на картодроме Forza Karting прошел предпоследний шестой отборочный тур любительского чемпионата Mix. До большого финала остается всего два месяца. Борьба за призовые места и очки становятся все жестче и зрелищнее. Атмосфера накаляется. Это видно и по самим ребятам, и по гонке, потому что, с одной стороны, они боятся получить лишних наказаний. То есть нет такого уже, что можно где-то позволить себе чуть-чуть лишнего, получить какой-нибудь стоп-эн-го, за какой-нибудь штраф что-нибудь получить. Сейчас на счету каждый балл. Пилоты отчаянно стараются сохранять набранные очки, пытаясь оспорить любое, даже незначительное наказание, которое раньше, на первых этапах чемпионата, могло остаться без особого внимания. К примеру, раньше команды даже не пытались. То сейчас любое, даже предупреждение, команды сразу воспринимаются, так можно сказать, в штыки. Да, потому что они боятся наказания. Боятся даже на одну ступенечку где-то, даже пускай он не первый, а где-то в середине команды едет. Но даже вот это одно место, одно очко, они будут бороться до последнего, до конца. Даже несмотря на то, что от финала участников микса отделяет всего один отборочный этап, предсказать исход турнира пока сложно. На победу по итогам шести гонок претендуют четыре сильные команды. Седьмой тур чемпионата состоится в последние выходные апреля. Самая сильная группа А поедет 23-го числа, группа Б — 24-го, а группа С, соответственно, 25-го. Те же, кто предпочитает картингу музыкальные фестивали, могли отправиться на Daily Mega Day. Концерт, состоявшийся при поддержке телеканала «Автоплюс», прошел в формате «Drive-in», то есть для зрителей на автомобилях. Поскольку одним из организаторов мероприятия выступил каршеринговый оператор «Дилимобиль», для клиентов сервиса действовали особые условия. А так приехать на фестиваль мог любой желающий. Весь день зрителей радовали своими хитами Тоси Чайкина, Антоха МС, Мика Вина, а также группа СБПЧ. Интересно, что основной темой Daily Mega Day стала защита окружающей среды. Вход на фестиваль осуществлялся по электронным билетам, а на территории стояли контейнеры для раздельного сбора мусора. Кроме того, организаторы поддержали международную акцию «Час земли». Субтитры создавал DimaTorzok